Пару слов, пару слов, пару предложений, пару абзацев, пару глав, пару книг, пару научных работ на тему возраста, на тему романтики, на тему настоящей романтики. Романтика, она всегда в возвышенных чувствах, которые украшают жизнь и делают ее настоящей. Все, что в жизни есть не настоящего, оно сейчас доминирует. Доминирует в обществе, доминирует на планете, и это абсолютно нормально. Так должно было быть. Есть теория, согласно которой глобальное потепление вызвано вовсе не действием углекислых газов в атмосфере, а просто расширением Вселенной и расширением планеты. Планета расширяется, выделяется больше паров из недр. Дело в том, что романтика всегда идет вместе с ночью, со звездной, прекрасной ночью, желательно где-то вдалеке, в каком-то эскапизме, в какой-то изоляции. Мне хотелось бы просто разобрать эту семантику. Дело в том, что почему романтика связана с ночью, а не с днем? Почему настоящие романтические картины всегда ночные? Это объясняется очень просто. Дело в том, что днем человек работает. Днем работают все. Все занимаются в основном тем, чем они не хотели бы заниматься. И только ближе к ночи, когда уже все эксплуататоры, все плантаторы, все дельцы делов спят, бодрствует что-то другое, бодрствует какая-то чарующая, магическая лепта. И точно так же и про изоляцию. Почему романтике свойственна кочевая формула и изоляция в том числе? Потому что эта кочевая формула подразумевает динамическое удаление от очагов серости, застоя и будничной, скажем так, истории. Поэтому, когда речь идет о романтике, романтика – это прежде всего идея, идея освобождения, идея эмансипации, идея бунта против господства индустриальных форм. Романтика всегда про чувства, она всегда про тени, она всегда про мелкое такое, едва виднеющееся нежное, шлифованное такое сияние бликов. Вот как сейчас этот кадр, он есть, вот в таких цветах, вот это гораздо более романтичнее, чем днем, когда все просто светлое и понятное. Романтика несет неясность, потому что в противном случае ее мгновенно уличат в пошлости и, конечно, в оппортунизме. Но я хочу сказать еще про возраст. Это так получается, что все в одном видео, но это правда. В 30 лет открываются какие-то совершенно невообразимые перспективы. Я никогда не чувствовал, никогда не чувствовал жизнь именно так, как сейчас. У меня есть какой-то опыт, причем опыт, которому я грандиозно шел и который я тщательно, как селекционер, подбирал. Я хотел что-то взять, ущипнуть, а что-то наоборот. Проигнорировать свои жизни. И сейчас есть определенный багаж. Но в то же время работать с этим багажом довольно непросто. Хуже стала память. Хуже стала некоторая экспериментальная составляющая. Я бы ее назвал внутренняя душевная импровизация, вот именно, которая всегда зиждется на непредсказуемом и легком подходе. Как это проявляется? Это проявляется, прежде всего, в поэзии. Когда мне было 17, 18, 19, 20 лет, я настолько не боялся ошибаться, что писал стихи почти круглыми сутками. Я знал, что стихи плохие, я знал, что стихи не идеальные. Но проходило время, и я возвращался к ним, и читал их, и думал, какое чудо! Как это чудесно, что я разрушал смыслы! Что я не просто искал рифмы, а именно искал фонемы, искал энергию и ошибался. То есть это как разговор с самим собой, из прошлого в будущее, и из будущего в прошлое. Как бы диалог внутренний, мощный очень, духовный, спиритический такой. И стихи, конечно, в 30 лет поэт внутри умирает, и уже нельзя так легко подходить к ошибкам. Потому что уже есть какой-то внутренний ступор, уже какая-то есть внутренняя мудрость, и есть какой-то фильтр внутри. Как будто он говорит, да ты уже столько раз это делал, ты уже настолько пробитый в этом. И кажется, что это так? Я не знаю, мне кажется, что можно идти дальше. Можно не обманываться, можно не брать это на веру. И в этом и заключается прелесть. Вот будучи 30-летним, дальше делать вещи, которые ты делал, будучи юным. Творческие вещи, песни, мелодии, которые направлены именно в поколение, а не просто в контору. Мне кажется, это очень важно, это очень важно. Это очень важно 30 лет дожить до такого времени и сохранить подходы, сохранить бескомпромиссное желание ошибаться. и сохранить эту романтику, эту ночь, сохранить эту позицию. Не дать себя размолоть, как перец. Буквально выйти сухим из воды. Вот это очень важно. С другой стороны, я очень люблю воду, и неизвестно, что она. Как сегодня, когда я посмотрел видео про парня, который выглядел очень, как сказать, очень скверно на видео, посреди советской старой квартиры, и он рассказывал на весь YouTube, как людям не стоит жениться. И у меня проскользнуло ощущение, что я понимаю обе аудитории. И та, которая защищает его, и согласна с ним, и та, которая противится и говорит, ну, человек, тебе уж точно не стоит. И действительно, в зрелости, чем дальше, тем больше появляется эта глубина страха за судьбу. страха за то, насколько верным путем идешь, насколько важно, может быть, все-таки дать себя размолоть, может быть, нужно дать себя немножко пристегнуть. И это всегда вопрос, это всегда вопрос. И всегда непонятно, как на самом деле быть. Но одно точно могу сказать, что быть гением в 20 лет может, наверное, каждый. Быть гением в 50 лет – это очень сложно. По-моему, эта фраза Буковский, и вот она мне сейчас пришла в голову, и я понимаю, о чем он писал. Не то, чтобы я хочу сказать, что я гений, потому что я никогда не смогу себе в этом признаться, но мне кажется, что умение сохранять в себе молодость, юность, и вот этот вот кураж, азарт, и риск, и желание романтизации – это и есть бесконечная поэзия. А бесконечная поэзия – она суть спасения для всего. Она суть красоты вокруг.